Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Прямой разговор» с вами в студии Татьяна Ионкина. Сегодня гость нашей передачи – Ольга Владимировна Романова, председатель Комитета имущественных и земельных отношений города. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ольга Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, о работе своего комитета и самых актуальных вопросах. Комитет является структурным подразделением администрации муниципального образования город Десногорск, выполняет цели и задачи, определенные уставом комитета и уставом муниципального образования. Как следует из названия комитета, два направления деятельности у нас – это имущество и работа по земельным вопросам. Основными направлениями, которыми занимается специалист по управлению имуществом – это работа по регистрации права муниципальной собственности, контроль за использованием объектов недвижимости, находящихся в нашей муниципальной собственности, закрепление и перераспределение объектов недвижимости между унитарными предприятиями и учреждениями нашего города, также работа по регистрации права собственности на объекты недвижимости. Большой объем работы, текущей работы, представляет собой оформление перехода права собственности на жилые помещения, которые находятся в муниципальной собственности. То есть приватизация граждан муниципальных квартир, оформление их в свою собственность. Приватизация продлена до 1 марта 2017 года. Граждане очень активно пользуются данным правом и оформляют квартиры в свою собственность. Деятельность специалистов комитета осуществляется во взаимодействии с многофункциональным центром и с муниципальным унитарным предприятием, комбинат коммунальных предприятий, ККП, как мы называем. В 2015 год было передано 125 договоров, было заключено 125 договоров о бесплатной передаче в собственность граждан. Но уже за первое полугодие 2016 года 44. То есть граждане активно используют это право. Куда десногорцам обращаться с заявлением на приватизацию? Порядок у нас такой. В первую очередь, вначале они идут в МУП ККП, в квартирный отдел. Там они пишут заявление, предоставляют необходимые документы. Каждый случай, конечно, индивидуально рассматривается. Проверяют документы на комплектность. Специалист МУП ККП приходит к нам, мы также проверяем документы, регистрируем договора и возвращаем все обратно. Там выдают договор зарегистрированный, уже граждане могут обращаться в управление Росрееста за приватизацией, так сказать, своей квартиры и оформлением собственности. Также одним из очень важных направлений работы нашего комитета – это аренда нежилых помещений под офисы, под какие-то различные услуги коммунальные, бытовые. Это основная из статей доходов муниципального бюджета, поэтому работу в этом направлении стараемся вести очень активно. На 1 июля 2016 года, согласно реестру, у нас 46 арендаторов. Договора аренды мы заключаем по рыночной стоимости на основании результатов аукционов. Хотелось бы сказать, что в настоящее время у нас на 11-12 августа назначены аукционы на право заключения договоров о аренде нежилого фонда. На несколько жилых помещений. 1-й микрорайон, 28-й дом, общежитие, гостиница «Вега», 4-й микрорайон, 6-й дом, там 3 помещения свободные, и 4-й микрорайон, 1-й дом. Информация размещается на сайте, информация в интернете в свободном доступе. Можно обращаться также к специалистам комитета по телефонам 7-27-58. Также в настоящее время есть у нас несколько свободных помещений, в которые не объявлены аукционы по адресам 3-й микрорайон, 4-й общежитие, 3-й микрорайон, 10-й общежитие. Предлагаем предпринимателям города обратиться к специалистам, необходимую информацию мы предоставим. Одной из статей также дохода нашего муниципального образования является аренда земельных участков. В данном случае комитет выступает арендодателем в данных правоотношениях. На данный момент действующих договоров аренды на 1 января 2016 года числится 309. Из них 237 договоров заключено с физическими лицами, 72 договора с юридическими лицами. Параллельно ведется работа по заключению договоров купли-продажи с физическими и юридическими лицами под индивидуальное жилищное строительство, под дачное хозяйство и под торговую деятельность. А садоводческое? Дачное, дачное, садоводческое хозяйство, торговую деятельность. Помимо оформления договоров купли-продажи, также действует упрощенный порядок по оформлению земель, земельных участков собственность гражданам бесплатно. В 2015 году у нас было оформлено 247 земельных участков. Подробнее можно про упрощенный порядок? Упрощенный порядок это разрешительный порядок регистрации права собственности в отношении граждан, которые имеют документы, подтверждающие их право на земельный участок. Это членские книжки в садоводческих, товариществах, но не имеющих документов конкретно на земельный участок. То есть у гражданина есть членская книжка, но земельный участок не определен, границы не установлены. Граждане в данном случае самостоятельно проводят межевые работы по установлению границ, обращаются в комитет с заявлением, специалист рассматривает на комплектность. Все предоставлены документы и если отсутствует основание для отказа, подготавливают постановление о передаче в собственность. Далее уже граждане регистрируют свое право в управлении Росреестром. В каких случаях? Бывают вообще такие случаи, когда отказывают при оформлении земельного участка в упрощенном порядке? Да, имеются такие случаи проблемные. Надо сказать, что отказываем мы в случаях, когда садоводческие товарищества уже ликвидированы. В настоящий момент у нас зарегистрировано 6 садоводческих товариществ, которые действуют и работают. Десна, Строитель, Родничок, Лесная тишина, Дружба, Лесная поляна. По данным садоводческим товариществ никаких вопросов не возникает, все идет в определенном порядке. В остальных случаях приходят граждане с книжками ликвидированных уже садоводческих товариществ. Вопросы все решаются, но это все в другом порядке. В каждом случае все индивидуально. Специалистами оказывается консультационная помощь, различные рекомендации даются. То есть, если есть вопросы, все решается. Скажите, Ольга Владимировна, сколько стоит, это самый актуальный вопрос у нас в городе Десногорске, сколько стоит на очереди многодетных семей и когда планируется предоставление земельных участков им? Да, комитетом реализуется данная социальная функция по предоставлению земельных участков собственность льготным категориям граждан. Надо сказать, что помимо многодетных семей у нас есть еще ветераны на очереди. Например, в 2015 году ветеранам было предоставлено 7 земельных участков, многодетным семьям 16. На данный момент у нас стоит в очереди 56 семей, которые претендуют на приобретение бесплатно земельного участка. Конечно, мы ограничены границами муниципального образования, то есть отсутствием земли, но данный вопрос решается. На данный момент Министерством обороны нам передано 40 гектар за 7 микрорайоном города Десногорска. Работы по проведению оформления собственности, смежеванию земельных участков, конечно, они займут какое-то время. Но я думаю, что к следующему году мы обеспечим, и граждане будут, так сказать, свое право будет реализовано у них. Ольга Владимировна, время нашей передачи подошло к концу. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До свидания. До свидания.